Многие православные собрались сегодня утром у полкового храма, чтобы встретить чудотворный образ Богородицы, икону умягчения злых сердец, а затем принять участие в торжественном богослужении, которое провел благочинный отец Александр. Христос воскресе измертвы, смертью смерть поправ, и сущим отрабежим он даромал. Христос воскресе измертвы, смертью смерть поправ. Возможность увидеть, прикоснуться к чудотворной иконе – это милость Божья. С этими словами обратился к прихожанам Благочинный. Ну, напоминаю еще ко всем, братья и сестры, что где вера должна, вера человека, должна встретиться с чудом, с силой Божьей, происходит чудо. Я всем об этом говорил, что икона чудотворная, она, да, она чудотворная, она, каждый может к ней прикоснуться, предложиться, поцеловать, помолиться перед ней, попросить, но должна быть у человека вера, да? Один из тех, кто сопровождал икону на всем пути из Москвы – вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Поляков. Сегодня для вашего храма, для вашего города и для вашей области Пасха продолжается, потому что вот в облике чудотворной мироточивой иконы вам на праздник прибыла сама Матерь Божья, потому что эта икона является Вселенской святыней. Она уже 24 года мироточит и в исключительных случаях кровоточит со дня, когда она замироточила. Это случилось 24 года назад, на день прославления Матронушки. Мы считаем, что это ее благословение. Она всероссийская старец, и она за всю Россию и Матушку молится, и вот такое благословение свое дала. В полковом храме собралось столько прихожан, сколько он смог вместить, и каждый, прикладываясь к иконе, молил Богородицу о самом заветном. «Спаси, сохрани нашу Россию, пусть Господи Богородица поможет нам, грешным рабам, и исцелит, и спасет Россию». По словам Сергея Фомина, семье которого принадлежит икона, и в России, и за рубежом помолиться чудотворному образу приходит огромное количество православных. Часто спрашивают, какое вот чудо. Наверное, самое главное чудо от этой иконы, то, что это самая обычная сохринская икона. То есть, это литография наклеена на арголит. Таких икон было произведено сотни тысяч, наверное. Но вот одна из этих сотен тысяч икон была приложена в 98-м году к мощам «Важенной Матроны Московской». И с тех пор икона источает из себя маслянистую, глаухающую жидкость, которую мы в церкви развалилили. Как утверждает Сергей Фомин, верующие, которые молятся перед иконой умягчения злых сердец, всегда получают благодатную помощь и в болезнях, и в сложных житейских ситуациях. Такая вот обычная икона, которая стала чудотворной, перед ней молились патриархи, перед ней молились руководители государств, перед ней разные высшие чиновники нашей страны, и даже не только нашей страны молились. И это тоже чудо. И дети рождаются, храмы строятся, какие-то разрешаются очень сложные проблемы семейные, житейские, даже государственные. Неведомые ранние эмоции испытал рядом с этой иконой и депутат Госдумы Антон Гетто. Господь так управил, что мне доверили везти икону сюда, из Ростова. Я ее держал на руках, аж какое-то, знаете, такое чувство ранее неведомое. Как-то сердце даже по-другому, с замиранием начало биться. Даже много мыслей за этот небольшой, короткий путь посетило. Опять же, все мы не безгрешны, но вот сразу захотелось хоть где-то, чем-то стать лучше. Ну и, естественно, конечно же, с Божьей помощью, с благодатью, чтобы получалось в том числе побольше помогать тем, чем можешь людям, окружающим. Я обязательно это буду делать. Живым чудом назвал образ Богородицы глава Азовской администрации Владимир Ощупкин. Наверное, это символ того, что Господь помогает нашему народу и вот через молитву, которую сегодня верующие здесь обращают в храме с просьбой Господу о мире, о благополучии Азовчан и всех жителей нашей страны. Я думаю, что Бог всегда был с нашим народом и всегда так и будет. Поэтому всех с праздником Азовчан, православных, с этой возможностью прикоснуться к этому чуду. Ну, а ощущения, эмоции, конечно, восторженные. Сошла благодать, я думаю, на всех в этом храме, у всех оно единое, это чувство. И действительно, все, кто приложился к иконе, как один говорят, что испытали благодать. Очень были рады поспешить, приложиться к иконе с сыном. Очень приятно, трогательно и волнительно. И, конечно, сердце оскорбит в таких событиях, которые происходят сейчас. И хочется, чтобы был мир, и моя Матушка Богородица заступилась за Россию, и все было хорошо. Татьяна Ивашенко, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.